У нас получилось наладить связь с Мариуполем. С нами Эльвина Сильблаева. Эля, расскажи, что сегодня в городе происходит. Да, Наталья, ситуация в самом Мариуполе стабильно напряженная из-за трагических событий в поселке Сартана. Вот на окраинах города под Павлополем наши военные нашли 32-200 противника. А бундирования и знаки отличия на погибших подтверждают, что они являются российскими военнослужащими. Наши бойцы из подразделения Святая Мария рассказали нам, что сегодня утром по нашим позициям был открыт огонь. Утром несколько залпов, залпов 20 из града по передовым позициям в районе Волновях. Сегодня мы можем ожидать наступления ночью. Судя по последним событиям, когда после встречи Путина и Порошенко в Украину вторили серьезные российские войска, после сегодняшней встречи можно ожидать чего угодно. По словам наших военных, на оккупированную территорию заехали 7 машин с топливом. Также обновилась и диверсионно-разведывательная группа. Кроме этого, около Новоазовска заметены новые формирования. Это донские казаки. Бойцы батальона Ченкаса, они сейчас на передовой нуждаются в тепловизоре, приборах ночного видения. А вот с продуктами, говорят, проблем нет, поэтому делятся едой с детьми из организации «Полигрим». Это и сироты, и дети из неблагополучных семей. Они помогают нам, хоть они и стоят на постах. Мы очень благодарны, очень. И мы будем молиться за них. Я думаю, что они будут даже крепкие, что наши победят. Сегодня мы побывали в селах Сартана и Толоковка. На столах мы заметили листовки о том, что сегодня должно было состояться собрание жителей сел Кнутого, Сартана и Толоковка. У реки Кальчик. Но что приключательно, что между этими селами река течет. Но она называется по-другому. Из этих крестовых, понятно, их распространяли не местные, явно провокаторы. Но люди на эту провокацию не повелись. Наталья? Спасибо, Эля Ильвина Себулаева из Мариуполя.